Овинник, гуменник. На деревенских задворках торчат безобразные и бревенчатые строения — овины. Словно чудовище с разинутой черной пастью, готовую проглотить человека целиком, обступают они со всех сторон ряды приземистых жилых изб. В сумерки, а особенно ночью при легком просвете на утренних зорях, овины своим неуклюжим видом настраивают воображение простого человека на фантастический лад, и будет в душе его суеверный страх. Задымленные и почернелые, как уголь, овины являют из себя, как подсказывает загадка, лютого волчища, у него выхвачен бочище, не дышит, а пышет. Так как без огня овин не высушишь, а сухие снопы, что порох, то и суждено овинам гореть. И горят овины сплошь и рядом, везде и каждую осень. Кому же приписать эти несчастья, сопровождающиеся зачастую тем, что огонь испепелит все гумно со всем хлебным старым запасом и новым сбором? Кого же завинить в труднопоправимом горе, как не злого духа, и притом совершенно особенного? Вот он и сидит в нижней части строений, где разводят теплины, и днем пекут деревенские ребята картошку. Сидит в самом углу подлаза днем и ночью. Увидеть его можно лишь во время светлой заутренней Христова дня. Глаза у него горят калеными угольями, как у кошки, А сам он похож на огромного кота, величиной с дворовую собаку, весь черный и лохматый. Овинник умеет лаять по-собачье, и когда удается ему напакостить мужикам, хлопает в ладоши и хохочет не хуже лешего. Сидеть под садилом в ямине, отчего чаще зовут его подовинником, указаны ему для того, чтобы смотреть за порядками кладки снопов, наблюдать за временем и сроками, когда и как затоплять авин, не позволять делать этого под большие праздники, особенно на воздвижье в день и покров, когда, как известно, все авины бывают именинники и по старинным деревенским законам должны отдыхать. С первого спаса их готовят. Топить авины в заветные дни гуменник не позволяет, и на добрый случай пихнет у костра вбок так, что едва соберешь дыхание. Но худой же конец разгневается так, что закинет уголь между колосниками и даст всему авину заняться и сгореть. Не позволяет также сушить хлеба во время сильных ветров и безжалостно больно за это наказывает. Гуменник хотя и считается домовым духом, но самым злым из всех. Его трудно ублажить, смирить, если он рассердится и в сердцах залют, тоит. Тогда на авин рукой махни. Ни кресты по всем углам, ни молитвы, ни икона Богоматери неопалимой купины не помогут. И хоть шубы, выворачивая мехом наружу, истереги гумно с кочергой в руках на агафона Агуменника. 22 августа. Ходят слухи, что в иных местах, например, в Костромской губернии, авинника удается задабривать в его именинные дни. С этой целью приносят пироги и петуха. Петуху на пороге отрубают голову и кровью кропят по всем углам, а пирог оставляют в подлазе. Однако сведущие люди этим приемам не доверяют и рассказы принимают за сказки. В брянских лесных местах в Орловской губернии рассказывают такой случай, который произошел с бабой, захотевшей в чистый понедельник в риге лен трепать для пряжи. Только что успела она войти, как кто-то затопал, что лошадь, и захохотал так, что волоса на голове стали дыбом. Товарка этой бабы со страху кинулась бежать, а смелая баба продолжала трепать лен столь долго, что домашние начали беспокоиться. Пошли искать и не нашли, как воду кануло. Настала пора мять пеньку. Пришла вся семья и видит на гребне какую-то висячую кожу. Начали вглядываться и перепугались. Вся кожа цела, и можно было различить на ней и лицо, и волосы, и следы пальцев на руках и ногах. В Смоленщине около Юхного вздумал мужик сушить овин на Михайлов день. Гуменник за такое кощунство вынес его из-под лаза. На его глазах подложил под каждый у голови на головешке с огнем и столь застращал виновного, что он за один год посидел, как лунь. В Вологодских краях гуменника настолько боятся, что не осмеливаются топить и чистить овин в одиночку, всегда ходят вдвоем или втроем. Из Калужской губернии Мещовского уезда получились такие вести. Лет сорок-пятьдесят тому назад одного селача по имени Валуя овинник согнул в дугу на всю жизнь за то, что он топил овин не в указанный день и сам сидел около ямы. Примечание. На фёклу-заревницу, зарево от овинных огней, происходят обыкновенно замолотки, начинают молотить по утрам с огнем. Это первый именинный овин. На покров — вторые именины. Конец примечания. Пришёл этот невидимка-сторож в виде человека и начал совать Валуя в овинную печку, да не мог и сжарить силача, а только помял его и согнул. Самого овинника схватил мужик в охапку и закинул в огонь. Однако это не прошло ему даром. Выместила злобная нечисть на сыне Валуя, тоже ражем детине и силаче и тоже затопившим овин под великий праздник. Гуменник поджёг овин и спалил малого. Нашли его забитым под стену и все руки в ссадинах. Знать, отбивался кулаками. На кулаках же ведут свои расчёты все эти духи и тогда, когда случается, что они между собою не поладят. Вот что пишут на этот счёт из Белозёрского уезда Новгородской губернии. К одному крестьянину приходит вечером захожий человек и просит. Укрой меня к ночи. Пусти ночевать. Вижу самого, какая теснота. Ступай в баню. Сегодня топили. Ну вот и спасибо. Я там и переночую. На другое утро вернулся чужак из бани и рассказывает. Лёг я на полок и заснул. Вдруг входит в баню такой мужик, ровно бы под овинник, и говорит. Эй, хозяин! На беседу к себе меня звал, а сам пущаешь ночлежников. Я вот его задушу. Поднялась той порой половица и вышел сам банник. Я его пустил, так я его и защищаю. Не тронь. И начали они бороться. Боролись долго, а всё не могут одолеть друг друга. Вдруг банник крикнул мужику. Сами крест, да хлещи его. Поднялся я кое-как. Стал хлистать. Оба они и пропали. Угождение и почёт гуменник так же любит, как все его нечистые родичи. Догадливые и опытные люди не иначе начинают топить овин, как попросив у хозяина позволения. А в Алакжане, Кадниковский уезд, сохраняют ещё такой обычай. После того, как мужик сбросит с овина последний сноп, он перед тем, как ему уходить домой, обращается к овину лицом, снимает шапку и с низким поклоном говорит «Спасибо, батюшка-овинник, послужил ты нынешней осенью верой и правдой». Не отказывает овинник в своей помощи по части предсказания судьбы и тем девицам, которые настолько смелы, что дерзают мимо бань ходить гадать к нему на гумно. Та, которой досталась очередь гадать первой, поднимает на голову платье, как и в банях, и становится задом, как на сушила. «Овинник, родимчик, суждено, что ли, мне в нонешнем году замуж идти?» А гадают об этом всегда на Васильев вечер в канун Нового года, в полночь между вторыми и третьими петухами, излюбленное время у овинника и самое удобное для заговоров. Погладит овинник голой рукой, девушка будет жить замужем бедно, погладит мохнатой, богато жить. Иные всадила, суют руку и делают подобные же выводы, смотря по тому, как ее погладит. А если никто не тронет, значит, в девках сидеть. Субтитры создавал DimaTorzok